300 метров такая санитарная защитная зона должна быть между маслоэкстракционным заводом и жилой застройкой по нормативам при этом сейчас часть домов стоит практически вплотную в летний летний период времени то есть окна не откроешь когда допустим давление низкое дым стелется но это очень неприятно запах этого горе горелые узги ну плюс сажа то есть все это на овощи садится то есть ну мы в принципе живем на земле мы платим налоги за это и то есть принципе мы уже не можем пользоваться как пояснили горожане они не раз обращались к местным руководителям завода без результата а на жалобы в роспотребнадзор организацию которая должна отстаивать права потребителей и следить за санитарными нормами они и вовсе получают нелепые ответы в ходе этих работ они выяснили что оказывается не и массовый котельная засыпает нас сажей а засыпаем мы себя сами то есть бани топим дома рядом находятся всякие гаражи мини котельные отсюда вся эта проблема якобы происходит но случилось чудо два сезона не простояли не работали и ситуация сразу изменилась лучшую сторону то есть стал зимой белый снег сажи исчезла в этом году запустили проблема вернулась в группе компании благо отметили что использование лузги в качестве топлива нормальная практика естественная часть технологического процесса так как она считается экологически чистым топливом мы получив сигнал о том что есть жалобы страны местных жителей внесли изменения в тех процесс по работе котельных мы будем уменьшать объем сжигаемые лузги и стараться учитывать метеоусловия при этом прорабатывается технологическая схема которая дополнительно позволит снизить скажем так вот эти неприятные эффекты как пояснили на заводе на это потребуется время поскольку подобное решение не является стандартным добавим что пока местные жители не заметили уменьшение объема сжигаемой лузги 15 апреля 2023 года а они как шпарят даже не стесняясь что идет снег и тут же все засыпают сажей ксения цапко сергей кулыгин будни